Если что-то за пределами физического становится в вашей жизни живой реальностью, довольство — очень плохая идея. Если бы вы были по-настоящему жадными, вы бы стремились к наивысшему. Сильное желание без целей. Если ваша энергия проявляется в полную силу, и при этом ни на что не направлена, это и есть медитация. Нормально ли быть жадным? Я знаю, что многие из вас воспитаны на идее или идеологии, и что довольствоваться тем, что есть, — это величайший добродетель. Если вы удовлетворены тем, кто вы есть сейчас, вы даже не осознаёте, кем бы вы могли стать, если бы захотели приложить усилия. Вами полностью игнорируется возможность ускорить собственную эволюцию, возможность расцвести в прекрасное состояние благоухания и красоты. Такая возможность полностью игнорируется человеком. Вот почему довольство. Как-то раз недавно вышедшая замуж девушка рассказывала своей матери, «Мой муж такой замечательный, он даёт мне всё, что я не попрошу. по-житейски мудрая мать посмотрела на неё и сказала, «Очевидно, ты просишь недостаточно». Это совет матери и тёщи. Так что, очевидно, что вы просите от жизни недостаточно. Поэтому вы довольны. Тогда может лучше быть жадным? Да, вы должны быть жадными. Проблема сейчас в том, что вы скупы в своей жадности. Проблема в этом мире не в жадности. Проблема в том, что люди скупы. Они скупы. Поэтому не стремятся к большей возможности. Они хотят сохранить себя для загробного мира. Если бы вы были жадными, вы бы захотели получить от жизни всё. Не так ли? Разве вас удовлетворило бы просто получить побольше денег, собственности, власти, удовольствий? Если бы вы были по-настоящему жадными, вы бы стремились к наивысшему. Не так ли? И так жадность не проблема. Люди скупы. Вот в чём проблема. Слово «достаточно» должно быть исключено из нашего лексикона, потому что «достаточно» относится только к физической стороне жизни. Если вам подают еду, в какой-то момент вам придётся сказать «достаточно». Что бы это ни было, в отношении всего, что является физическим, в определённый момент вам придётся сказать «достаточно». Достаточность или довольство стали ценностью в умах людей только потому, что они не искали, не исследовали измерения за пределами физического, потому что физическое имеет границы. Физическое само по себе является ограниченной величиной. всё, что является физическим, находится в пределах ограничений. Поэтому если вы пожадничаете с физическим, его не хватит кому-то другому. Допустим, есть вот столько еды. Если вы скажете «я хочу всю еду», тогда кому-то другому её не достанется. Есть вот столько земли. Если кто-то скажет «я хочу всю землю», никто другой её не получит. Как сказал Махатма Ганди, «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность». Это верно в отношении физического. Если ваша жизнь и ваш опыт ограничены физической природой существования, то достаточность, довольство — хорошая идея. Но если ваша жизнь начинает исследовать измерения за пределами физического, если что-то за пределами физического становится живой реальностью в вашей жизни, тогда довольство — очень плохая идея. Этим вы остановите свой рост. Саму возможность стать безграничной сущностью. В тот момент, когда вы скажете «я доволен», вы разрушите саму возможность стать безграничной природой. Довольство — это границы. Вот столько достаточно. Так вы обозначаете определенную границу. Достаточность — не лучшая идея. Довольство — не лучшая идея. Ваши ограниченные представления об успехе — не лучшая идея. Пока эта сущность не позволит себе расцвести до безграничного состояния, вы не должны быть довольны. Вы должны пылать, гореть от неудовлетворенности. Не нужно привносить в свою жизнь довольство как идеологию. Просто, если ваше стремление становится безграничным, если ваше стремление и желание неизбирательно, оно желает всего, тогда естественным образом вы не будете ограничивать себя физическим существованием. когда оно перестает быть избирательным. желание просто становится мощной энергией, чтобы расширить, распахнуть эту сущность, которая сдерживает себя довольством. люди пытаются достичь довольства на разных уровнях, на разных этапах жизни. задумайтесь над этим. То, что вы называете довольством, это просто сдерживание. Вы пытаетесь провести для себя границу, некую видимость здравомыслия. Но эта граница удовлетворяет вас и дает вам здравомыслие лишь на короткий период времени. Затем ее нужно расширить, иначе это не будет работать. Что бы ни приносило вам удовлетворения в возрасте 20 лет, будет ли это по-прежнему удовлетворять, когда вам исполнится 30? Какими бы ни были ваши представления о довольстве в 30 лет, удовлетворит ли это вас в 40? Только если вы терпите крах, если ваша жизнь полна и провал, тогда ваше представление о довольстве уменьшается. Но если вы на подъеме, то ваши идеи о довольстве продолжают расти, не так ли? Только когда вы терпите неудачу в жизни, ваше представление о довольстве уменьшается. В противном случае оно постоянно растет. Довольство — это просто осторожный способ обращения к безграничности. Вы ведете себя осторожно. Вы хотите идти к безграничности по частям. Если вы ищете бесконечности по частям, вы безнадежный случай, потому что никто никогда не достигал того, что мы называем бесконечностью, считая один, два, три, четыре, пять. Вы не достигнете бесконечности по частям. Этого не может произойти по самой природе вещей. Если вы выберете идти шаг за шагом к бесконечности или к бесконечной природе, вы просто будете бесконечно считать. Вот и все, что произойдет. Однажды постоянные подсчеты вас утомят. Просто начните считать и увидите сами. Начните считать сегодня, прямо сейчас. Не останавливайтесь. Просто продолжайте считать. В своем собственном темпе. Не в моем. В собственном темпе. Раз, два, три, четыре, пять. Начните считать и не останавливайтесь. Вы увидите, до какого предела сможете дойти без усталости. Я говорю не о физическом утомлении, а о том, что вы просто устанете считать, потому что вы поймете, что это никуда вас не приведет. Так что процесс желания — это безграничный процесс. Но вы ограничиваете его, будучи избирательными в своих желаниях. «Я желаю того, этого, но не этого, этого и этого». Если вы уберете различающую природу вашего желания, прямо сейчас сядьте здесь и не желайте ничего конкретного. Просто желайте все. Абсолютно все. Просто посмотрите, сможет ли ваш ум сделать это. не желайте ничего конкретного. Просто желайте все. Во-первых, вы не знаете, что значит все. Никто не знает, что такое все. Не так ли? Все, что вы знаете, и все, чего вы не знаете, просто желайте всего, что вы знаете и не знаете. вы увидите, что желание, энергия, которую вы называете желанием, станет мощной силой на пути к медитативности. Медитация и преданность — есть именно это, желание без целей. Мощное желание без целей. Если ваше желание, если ваша энергия проявляются в полную силу и не направлены ни на что, это и есть медитация. Если вы находитесь на духовном пути, для вас не существует такого понятия, как довольство. Нет такого понятия, как достаточность. Жадность — вот правило. Ничего? Но жадность — плохое слово. Нет. Жадность — это правило, потому что безграничное желание обычно считается жадностью. Но это не так. Жадность связана с поэтапным процессом. Если кто-то берет большую часть, чем вы, вы считаете это жадностью. Не так ли? Да или нет? Да или нет? Если кто-то берет что-то большими частями, чем вы, такого человека вы считаете жадным. Если он берет части такого же размера, что и вы, вы называете это конкуренцией. Если кто-то берет меньшие части, вы называете его некомпетентным. Не так ли? Кто-то хочет вот столько. Когда он успешен, хочет вот столько. Вы смотрите на него и говорите, «Ха, ему до меня далеко». Кто-то идет на тот же уровень, что и вы. Это конкуренция. Кто-то идет по-крупному. Он жадный. Так что жадность — очень относительное понятие. Каждый считает определенный уровень желания жадностью в соответствии со своим пониманием, в соответствии со своими ограничениями. в моем словаре нет такого понятия, как жадность. Потому что я считаю, что человек должен искать не меньше, чем все. А когда он ищет все, мелкие вещи не будут его отвлекать. Он не будет думать о еде, не будет думать о деньгах, не будет думать об имуществе. Он будет думать о наивысшей возможности, не меньше. Субтитры создавал DimaTorzok